Потому что сегодня у нас очень интересная встреча, я в гостях, я уже неделю, неделю гощу, неделю как в гостях у удивительной женщины, я не знаю, за что такой вот мне подарок от судьбы. Я познакомилась на международной конференции с Мажаной Камински, это диетолог из Польши, она и не только диетолог, мы сегодня с ней познакомимся, она консультирует людей по всей Польше. Все, что касается здоровья, все, что касается полезного питания, я вообще вижу, что Мажанна сама пример, не только как она помогает людям встать на этот путь, но самое главное, что она сама на себе всегда испытывает все методики и видит их действия. Так, я вижу сердечки, добрый вечер. Так, я думаю, по крайней мере, мы будем сегодня стараться говорить громче, и вы нас услышите. И в записи всем привет. Привет. Привет всем с Польши. Да, всем привет с Польши. Итак, рада представить мою собеседницу, у которой я сейчас в гостях. Это Мажанна Камински. И если... Здравствуйте. Да, я очень хочу, чтобы у нас сегодня прошел... Ну, так встреча такая прошла, за чашечкой чая, да, за чашечкой сока. Вот. Ну, Мажанна вообще, как получилось, что я приехала, а у нее тут оказывается целая система очищения, и сегодня седьмой день, да? Да. Седьмой день на соках. Седьмой день на соках. Она ничего не ест, только пьет соки. Я присоединилась на денечек, посидела тоже с ней, вот, не удержалась, потому что очень, ну, так, захотелось тоже. И если будут вопросы, вы, пожалуйста, задавайте, не стесняйтесь, у меня отличный звук, ура, значит, увеличивайте звук и будет хороший. И чтобы сегодня такая беседа прошла очень приятная, такая позитивная, и если... Я считаю, что сейчас это целый подарок судьбы, познакомиться с таким интересным человеком. Поэтому доброго вечера, поэтому спрашиваю. Ну, а для начала давайте я задам вопрос на Жанне. Вот скажи, пожалуйста, как ты пришла вообще сама к здоровому питанию и оздоровлению организма? Что тебя сподвигло? Обычно у людей бывают какие-то серьезные проблемы со здоровьем, там, может быть... Нет. У меня все хорошо, пока. Я чувствую себя очень хорошо. Ну, я всю жизнь старалась хорошо кушать, хорошо жить. Ну, я любила мясо. Ну, я любила очень сладкость. Очень. Я тоже, ну, я не любила тлустого мяса. Жирного. Я много зелени кушала и всю жизнь я искала новых блюдов, что делать, чтобы быть здоровым. На своем пути я встречала доктора наук медичных, профессора из Украины, из Одессы, профессора Сергея Анатольевича Абатечко. Я ходила на его лекции, но когда он сказал, что не надо кушать мясо вообще, я подумала, как жизнь без мяса? Это невозможно. Можно секунду прерву? Я познакомлю людей, кто такой Сергей Анатольевич. Минутку. Это, чтобы вы просто знали, да? Это действительный член Международной Академии Экологии, профессор, доктор медицинских наук, научный руководитель клиники интегративной медицины, лаборатории по определению биовозраста человека Польша, Гданьск, научный консультант клиники оптимального питания Патрика Хоффарда в Лондоне. Лондон. И он, представляете, в течение пяти лет был хирургом, действующим хирургом в Швейцарии. Он работал в Китае, да, если я не ошибаюсь? Да, в Китае. И там изменилась его жизнь. В Китае? Да. В Китае он решил изменить свою жизнь, потому что он являлся знакомым хирургом, но и там ему показали, что он не хирург, только он техник, который только разрезал и прошивал. Но он изменил свою жизнь, и он решил помогать людям, чтобы они жили долго, долго жили и не болели. Теперь я... И вы теперь, ну, я просто хочу сказать, что Мажанна уже несколько лет очень плотно сотрудничает с Сергеем Анатольевичем. Да. С Сергеем Анатольевичем, потому что он приезжает в Польшу, он ведет колоссальный прием людей, это сотни людей приходят. И лекции. И, да, и проводит лекции. И Мажанна, она является и переводчиком, и соратником, наверное, она потом консультирует этих людей, когда постоянно ведет их, поддерживает и смотрит за результатами. Ну, в общем, я так понимаю, что это уже... Сколько лет вы так сотрудничаете? Третий год теперь идет. Да. Так мы остановились на том, что ты поняла, что как жить без мяса. Да, как жить без мяса и как жить без сладкости, как жить без набяла. Потому что Сергей Анатольевич... На бяло это выточка? Белка... Животного. Животного белка. Для животного белка. Молочных продуктов на белку. Извините за мой русский язык. Я переводчик, но когда мне надо говорить, это хуже, чем переводить. Обычно Мажана переводит с русского, когда Сергей Анатольевич приезжает, она с русского переводит на польский, а сейчас ей приходится наоборот. И я сразу... Это не случилось. Но я теперь не помню дня, от которого я не ем мясо, я не ем молочных продуктов, и я не ем сахара и глютена. Это вредные продукты для нас. Я стараюсь хорошо питаться, я стараюсь делать зарядки, учусь хорошего дыхания и того всего, о чем говорит Сергей Анатольевич Батечко, потому что я вижу, что у людей очень хорошие результаты. А кто вообще, с какими болезнями к вам приходят люди? Да, это когда врачи отказывают от помощи людям, которые больны на рак, давление, диабет и много-много болезней. Тоже приходят люди, которые хотят быть здоровыми и не болеть. Для меня это самое важное, потому что я не врач. Я вообще никого не лечу. Профессор Батечко тоже говорит, что он никого не лечит, потому что только два врача в жизни. Один – это доктор Глинка, когда человек погибает, его закопывают, его нет. И второй человек… Доктор Глина, доктор Земля. Да, доктор Земля. А второй – это только мы сами. Только человек сам может спасать себя от всех болезней и чтобы, ну, жил долго и не болел. Не болел. Да. И я так понимаю, что зачастую приходят люди с серьезными проблемами. Очень серьезными. Да. Как мне Мажана рассказывала и с онкологией, ну, вот и с диабетом ты говоришь. И она действительно увидела практически результаты. Результаты, когда человек хочет быть здоровым и действует согласно вот методике, которые расписывают. А что включает в себя, ну, как правило, что включает в себя методика оздоровления, если человек уже накопил букет, целый букет болезней, да? Прежде всего надо полностью изменить образ жизни. Так как я это сделала, и делают это многие люди, надо бросить мясо. Это первый шаг. Никакого. То есть однозначно без мяса, да? Однозначно без мяса, однозначно без молочных продуктов. Все-таки без молочных продуктов. Да. Однозначно. И без глутена. Пшеница, рожь, овес – это самые главные нехорошие вещи, которые мы… Враги. Враги. Это… Ты говоришь насчет глютена, я так понимаю? Вот сейчас очень многие задают вопрос, вообще интересуются, что такое глютен, стоит ли придерживаться диеты без глютена. И вот как раз сейчас мы с Мажаной подняли эту тему, очень интересно она рассказывает. Если хотите, именно… Вот мне нравится, что она показывает, почему глютен сегодня вреден. Ведь раньше тоже ели пшеницы, пшеличный хлеб. У меня бабушка сама пекла хлеба. Они были удивительные. Люди не болели, были здоровы. Но почему сегодня вот целое идет такое направление, люди стремятся уйти от глютена во всем мире? И почему? Вот расскажи. Почему? Потому что, как я говорила, ученые изменили структуру зерна. И хлеб, пшеница, рожь, овес, у них глидаина – это вещество, которое попадает в мозг и там оно раздражает рецепторы мозга, которые действуют как наркотики. И человек становится зависимым от глютена и его мозг становится болным. Не только мозг, все окончания нервового системы. Ясно. Русский. Да, хорошо. А почему же вы пришли к такому мнению, что стоит отказаться от молочных продуктов? Потому что молочные продукты, раз, каждый молочный продукт, в каждом молочном продукте есть грязь, ропа. Это умершие клетки, которые, когда люди доят кровь, там умершие клетки. У нас тоже клетки родятся и умирают. И тоже у крови. И когда мы эту кровь доим, мертвые клетки попадают в молоко. И государственные нормы – это 10% гноя, ропы. То есть умершие клетки. То есть, получается, даже есть определенный процент, который разрешен государством для того, чтобы гной попадал в молоко. Ну, по сути, эта информация не новая. Может быть, для кого-то это является каким-то открытием. Я давно об этом знаю, так как… Главное, это не самое главное. Главное то, что молочные продукты забирают, содержат… Пишут, ропа – это нефть по-польски. Это не нефть, только грязь. Что я хотела сказать? Это не самое главное. Главное, что молочные продукты… В молочных продуктах есть эстрогены. Женские hormоны крови. Женщины, когда им после 30, им уже не нужны эстрогены лишние. А для мужчин тоже это не нужно. Профессор Батечко говорят, что когда мужчины употребляют много молочных продуктов, они потом «бекают» как крови или «мокают» как крови, или «бекают» как козы. Поэтому, когда мужчины употребляют молочные продукты, им это вредит. Тоже молочные продукты, в них казеин. Это тоже вредит для нашего организма. Но здесь я соглашусь, потому что я увидела очень практический такой результат, когда женщины отказываются от молочных продуктов. У многих идут хорошие результаты по здоровью. Многие сразу ощущают, если были болезни с грудью, мастопатии. Оно моментом... Почему? Потому что коровам дают, если вы знаете, определенные гормоны для того, чтобы они не рожали, но постоянно их доили не так, как раньше, да? Или не так, как в деревнях. И за счет этого эти гормоны попадают в молоко, к сожалению, очень вредят женскому организму, но также и мужскому. И эстрогены — это химические гормоны, не те, которые находятся в природе, там, фитоэстрогены, а именно те, которые искусственно введены. Это действительно, ну, немножко жутко, что творят с нашим здоровьем. И кальций, которые находятся в молоку животных, наш организм не присваивает. Но сейчас уже тоже, да. Это молоко для зверей, у которых рога и копыта. У нас состав этого белка разный, чем наш. И поэтому нам этого молока нельзя кушать. Ну да, здесь я тоже соглашусь. Так, если есть вопросы, пишите. Я знаю, что здесь очень много людей пришли, может быть, просто что-то пишут. Я не понимаю, что они пишут. Давайте, ребят, давайте вопросы по существу. Я видела, что спрашивали Мажанна с Польши или откуда, потому что есть люди, которые только присоединились. Какими продуктами можно заменить мясо и молоко? Мясо прежде всего это крупы в куиноа, комоса рыжого. Куиноа. Я уже выучила, что сочевица это чечевица, а чечежица это нут. Это нут. Да, и здесь вообще очень интересен польский язык. Мы тоже, нам можно есть боб, бобы, ну и все бобовые. Это источник белков. Пишут, а есть ли домашняя корова? Не имеет значения. В молоку домашней коровы тоже казеина и тоже белка. Угу. Так. То лучше. Из молочных продуктов полезно только сывороточное белко. Это зеленкое. Это сыворотка? Сыворотка, ой. Чем полезна сыворотка? Сыворотка, там сывороточный белок. Угу. Ясно. Так. Я хочу сказать, что сейчас мы находимся... Для тех, кто присоединился недавно, я смотрю, что к нам присоединяется. Александр, помогите мне. Мы вам не поможем. Вы не по адресу, Александр, пришли. Сейчас у нас прямая трансляция. Мы знакомимся с Мажанной Камински. Для того, чтобы... Так. Еще вопрос. А детям тоже молочное не нужно? Детям молочное нужно только от мамы. Но профессор Сергей Анатольевич говорит, что это все научные исследования. Дети могут пить молоко матери только до года. Я об этом тоже не знала. Я своих детей, у меня дочь 30 лет и сын 26. Грудью кормила до 3 лет. Я теперь... Но я об этом не знала. Врачи говорили, что так должно быть. Я так делала. Но теперь исследования самые последние говорят, что в молоку у детей маленьких нет ферментов, которые могут переработать пищу. Только в млеку матери до года находятся ферменты, которые переработают эту еду у ребенка. После года материнское молоко тратит эти ферменты и оно уже не полезно для детей. Я тоже об этом не знала. Вот так. Итак, хочу напомнить. Я сейчас нахожусь в гостях у Мажанны Камински. Она удивительный, во-первых, человек. Знаете, когда человек интересен и успешен, он успешен во всем. Она предприниматель, у нее большой дом. 5 гектаров земли, где мы вчера собирали чай, мы заферментировали чаи очень интересные. Мы здесь, я вообще наслаждаюсь этой природой красивой, которая находится. Она успешный, известно как успешный, ну вот человек, у которого несколько магазинов, да. Она сама была и педагогом, и переводчиком, но сейчас, в последнее время, она закончила курс по диетологии. Принимает совместно с Сергеем Александровичем Ботечко очень много людей по всей Польше к ней обращаются за консультацией, потому что действительно видят практические результаты, серьезные результаты по здоровью. Но для меня, вы знаете, самое главное, рецепт хлеба будет, но не сейчас. Рецепт хлеба уже будет. Оксана, мы его сняли. Мы с Мажаной его сняли. Так, бревна здесь попрошу не продавать. Ответьте, пожалуйста, по пророщенную пшеницу. Можно есть или нет? Спасибо. Спрашивают, можно ли есть пророщенную пшеницу. Проростки все, да. Проростки можно кушать все. Пшеницу тоже, но только проростки. Хорошо. Я знаю, что сейчас очень спельта популярна. Вас известно? Да, не имеет значения. Не имеет значения, да? Не имеет значения. Хорошо. А овес можно есть? Нет. Овсе тоже глютен. Извините. А проростки овса? Проростки, я говорила уже, все проростки можно. Хорошо. Ну, я тоже люблю проростки, и мне нравятся проростки пшеницы, овес проращиваем. Вообще, очень люблю. Все, что касается этой темы. Пишут, матери, наверное, надо просто питаться правильно. Тогда и ребенку, да, будет хорошо. Да уж, это обязательно. Дорогие друзья, я хотела сказать, что для меня, ну, такой, я считаю, это подарок, знакомство с Мажанной, потому что... Для меня тоже. Она не просто, да, интересный человек. Она своей жизнью, своим примером это показывает. Во-первых, она сама регулярно очищает организм. Да, теперь будет восемь часов. Да, сейчас. У нее строго по графику ровно восемь часов, ну, через каждые два часа она выпивает стакан сока уже седьмой день, да, ровно десять дней у тебя сейчас идет такая очистка. Какая очистка организма. И регулярно за собой смотрит. Никто ей не дает ее возраст. Все... Вы очаровательны пишут. Вы очаровательны. Что? Вы очаровательны. Это комплимент. Очень большее спасибо. Так. И получается, никто не дает ее возраст, потому что она великолепно выглядит и великолепно себя чувствует. Хочется... Хочется соответствовать вот именно тому, как Мажанна это делает. Большое... Большое человеческое... Большая человеческая просьба, ребята, хорошие, дорогие. Пожалуйста, не шлите спам, не шлите никакие объявления, потому что я смотрю и я боюсь упустить вопросы, которые... Действительно люди, для которых это важно. Кто-то, может быть, ну, болеет и ему сейчас данный совет может помочь. И это, понимаете, для многих эта встреча может быть довольно-таки существенной, принести результат. Какие соки вы рекомендуете пить? Соки? Да, спрашивают. Какие соки вы рекомендуете пить? Я теперь восьмой день на соках... Седьмой день на соках. Я делаю разные соки, но при очищении я пью соки варживные. Это овощи, да? По-русскому. Да, овощные соки. Овощные соки из разных овощей. Я добавляю до вкуса фрукты, но немножко, чтобы было в них очень мало сахара. А, то есть, небольшое количество фруктовых соков. Да. Но основная масса овощных соков. Да. Тут Александра спрашивает, очищаете ли вы кишечник? Оксаночка, блокируйте спамера, мешает? Да, спамер нам мешает. Как блокировать, увы, сейчас не знаю, потому что идет трансляция и не могу отвлекаться. Уважаемый спамер, дорогой вы наш хороший, не мешайте, пожалуйста. Итак, продолжаем трансляцию и спрашивают, очищаете ли вы кишечник и как это вообще рекомендуется делать, очищение кишечника? Много способов очищения организма вообще. Когда человек приходит на прием к профессору Сергею Анатолевию Батечце, он рекомендует больным, но не здоровым людям. Каждый человек должен очищать организм минимум два раза в год. Один раз перед летом, весной, и второй раз осенью. Я знаю очень много рецепт на очищение. Когда будет желание, мы с Оксаной сделаем следующее интервью, чтобы говорить о разных очищениях. Очищение кишечника, очищение лимфы, очищение печени, когда люди, очищение клеток и многие. Это довольно серьезная система. И сейчас мы делаем такую больше ознакомительную беседу для того, чтобы вы познакомились с Можанной. Узнали ее поближе, если хотите, потом сделаем какую-нибудь тематическую встречу. Каждый человек должен минимум два раза в год очищать весь организм. Но когда люди по разным причинам не хотят делать разных трудных детоксов, очищение, надо один день в неделю быть только на соках овощи. Каждые два часа выпиваем стакан сока. И это выпиваем один, шесть, один, пять литров. Один день в неделю и каждые три месяца десять дней. Это будет супер. Но хотя бы один день в неделю, чтобы это делать. Кстати, я пришла тоже к выводу, что обязательно один день в неделю лучше сделать какой-то разгрузочный день или это водный день. Я делаю дни на чаях сейчас. Вот я посмотрев на Можанну, с удовольствием буду делать такое очищение на соках. У нее шнековая соковыжималка и она получается с клетчаткой немножко идет. Это очень полезно. Это тоже еда. Соки это еда, но еда в плене. Какие овощные соки вы используете? Какие? Ну, сегодня у меня, сегодня у меня что? Сегодня у меня брокколи, киви, сельдерей, долги. А обычно, ну не то что сегодня, обычно что лучше для очищения какие овощи брать? Это не имеет значения. Брокколи. Брокколи это самый важный овощ перед раком. Но и он имеет много полезных, но надо, каждый, каждый овощ имеет свое свойство. Поэтому, когда я, когда я 10 дней на соках, я стараюсь каждый день делать сок из разных компонентов. Угу. Итак, хочу сказать, у нас сейчас 130 человек нас смотрит. И сейчас я еще раз представлю. Моя собеседница, это Мажанна Каминский. Удивительный человек, удивительная женщина, которую очень любят многие, знают. Я сейчас нахожусь в небольшом городке в Лицбурге. Это место называется Ямельник. Да, Ямельник. Это село. Это село, да. Мы сейчас находимся в селе. Но, вы знаете, здесь Польша, село, это, наверное, такое одно из самых благодатных мест. Потому что очень красиво, у всех ландшафтные дизайны, шикарные дома. И когда ходишь, наслаждаешься этим видом. Ну, очень, очень, очень красиво, очень здорово. Вот. И еще хотела задать вопрос, Мажане. А, извините. Самые полезные соки, это сок из цвеклы и морковки. Это самые. Но цвекольный сок нужно аккуратно помнить. Так, да. Свекловый сок должен, чтобы он минимум час или два после, когда мы его сделаем, постоял. Еще, ну да, час постоял и желательно смешивать все-таки свекольный сок с чем-нибудь. Да. Но когда, иногда человек должен пить сам свеклый сок, то, втуда он должен час или два постоять и потом его пьем. Еще, Мажан, у меня многие задают вопрос. Стоит ли делать антипаразитарную программу? И сколько раз в год ты сама проходишь антипаразитарку? У меня собака. Да, у меня кот. У меня собака. И я ее, очень, делаю паразитарку каждые два-три месяца. Себя минимум два раза в год человек должен это тоже делать. Я использую пауэнь, лапух, куркуму, перец. И это специальный рецепт, который мы делаем через 14-15 дней. И в это время, когда мы кушаем мясо, то в это время мы не ем вредных продуктов, чтобы детокс был... Если человек ест мясо, то во время детокса нужно отказаться от мясных продуктов для того, чтобы очистить организм. Да, чтобы детокс был лучше, чтобы был более эффективным. Более эффективным, да. Хорошо. Пьешь ли ты воду и как советуешь? Вода это очень, это тема реки. Воду я пью, каждый день я пью, выпиваю три стакана воды утром. Да, я свидетель. После того, когда я встаю, первый стакан я выпиваю соду очищенную. Соду надо правильно готовить. Соду я вливаю, всыпаю, всыпаю в стакан. Пол чайной ложечки или одну пласкую. Заливаю кипятком, чтобы сода выбулилась. И потом доливаю прохладную и выпиваю. После 5-10 минут я выпиваю второй стакан воды с ферментироваными минералами. Это тоже тема на следующий раз. Одну ложечку и это ферментированные минералы. А третий стакан сок с половиной лимона. И все это теплая вода. Почему? Потому что ночью наши почки работают. Наш организм очищается и нам надо подгреть кровь и помочь, чтобы включились все процессы организма, работы организма. Согласна. Насчет теплой воды я тоже с этим согласна. И я долго себя к этому приучала, потому что мне жалко было времени греть воду. А потом поняла, что это того стоит. Лучше всего утром пить тепленькую водичку, да? Во время дня я пью, пила воду с штипто и пробиоминерала, соды, соли. Я добавляю тоже в воду коралики, с керамики. Теперь я пью квасы, которые я научилась от Оксаны. Я очень много пью. Каждый человек должен минимум полтора литра воды выпить в день. Потому что мы ночью потеем. Каждую ночь мы теряем пол литра воды. Не зная об этом. Мы через кожу нам уходит вода. И надо эту воду дополнять. Мы состоим в 70% воды. И люди делятся на людей озера и людей болота. Когда мы очищаем организм, когда мы пьем воду, у нас все процессы в организме идут лучше, чем когда мы ее не пьем. Когда люди приходят на пьем и не пьют воды, они болеют. Я увидела, мне интересно было посмотреть, когда проводили исследования по крови. И вот буквально на мониторе смотришь. Я тоже присоединилась, посмотрела. И получается, эритроциты, сами эритроциты в очень большом количестве скапливаются. Как раз я тогда на конференции некогда была пить воды. Она говорит, посмотри, что у тебя сейчас в крови творится. И когда я это увидела своими глазами, вы знаете, там вот... Это липкость. Все склеивается. Да, вот прямо эритроциты друг в дружке находятся. И им там тяжело продвигаться. Поэтому я поняла, что надо срочно пойти попить воды. Это как раз присоединилась. Когда у человека, например, 70 килограммов он весит. 20% это 14... 700% это сколько? Ну, 70%. 70 килограммов. Ну, не знаю. Эту воду надо сменить через месяц. А кто это делает? Очень мало людей. Еще спрашивают насчет сока. Нужно же, получается, иметь свой огород, чтобы иметь чистые экологические фрукты и овощи, для того, чтобы делать чистые экологические соки, чтобы очистить свой организм. И когда у нас свой огород, когда у нас все, мы думаем экологически. Дожди, дожда идет кислая, земля тоже больная. Лучше всего? Так, да. Но когда человек не имеет этого всего, он может фрукты, овощи мыть в соде. Может покупать озонатор, которым он озонует фрукты, овощи и делает, что у них нет столько токсин. Очень тяжело жить и очень тяжело быть здоровым на больной планете. Но соки очищают организм вам на уровне клеток. Это все не так просто. Поэтому, когда человек вегетарианец или веганин, он тоже должен очищать организм не только соками, но и разными другими способами, например, касторкой, сульфатом магния. Ты считаешь, что касторка стоит пить, да, для того, чтобы очищать организм? Да, касторка очень хороший продукт, чтобы очищать организм. Это не только мое, я так говорю, но люди, которые занимаются наукой. Ну и, наверное, вы практические результаты видите? Каждый день, каждый раз из людей столько выходит всего, что это... Люди делают фото и нам приносят и показывают, что из них выходит. Аписторки, разные рабаки. Это все живет в человеке. Да, столько живет, когда люди делают очищение печени с сульфатом магния, они приносят, делают насидка, берут все эти камни, делают фото и приносят. Альбо в стаканчики, в банки и тоже приносят. Это ужасно. Да, я этого не хочу смотреть, потому что я не врач и я не хотела никогда быть врачом. Я не могу на это вообще. Мажана не врач, она диетолог, и она ведет людей, консультирует по поводу того, как быть здоровым и как не болеть. Я тут уже Татьяна написала... Кстати, девочки, пишите в чат, я не слежу уже за сообщениями тут и спамеры, поэтому даже не смотрю. Если что, пишите в чат, пишите мне в личку, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Так, как вы относитесь к жирам, в частности, к сливочному или топленому маслу? Сейчас возьму компьютер поближе и буду видеть ваши сообщения. Если что-то интересно, можете в чат, можете в личку писать, те, кто знаете, те, кого я пригласила. Масло хладного отжима толченое на землю, это да. Такие масла, как конжутное, да, из дыни, из тыквы, сезам. Это конжут, а льняное, ореховое, самое очень хорошее масло это кокосовое масло. Кокосовое? Да. А как ты его используешь, кокосовое, в еду? Я везде. Да. А кокосовое тоже бывает очищенное и неочищенное? Неочищенное холодного отжима, только. Я только и на кожу, я ее использую. Сегодня у меня тоже на коже. Я практически после душа не использую полотенце, только на мокрую кожу. Потом вклепиваю коллаген, а потом по коллагене кокосовое масло. Кстати, кстати, хочу сказать, это один из секретов того, как Мажана выглядит хорошо. Конечно, очень хорошо изнутри, чтобы шло здоровье, но и она вот меня тоже научила. По утрам мы теперь не только занимаемся зарядкой, белояром там, а еще и прохлопываем. Она после душа с кокосовым маслом, да? Да. И знаете, так хорошо, хорошо прям по лицу, хорошо. Нет, так, я могу показать. Покажи. Внимание. Когда человек начинает, надо делать это легко, но я уже могу так. Сюда тоже. Я все тело так хлопаю, потому что тело нужно движение, и чтобы клетки движутся. И когда он перестает движется, мы погибаем. Угу. То есть получается, мы разгоняем лимфу? Да. По сути разгоняем лимфу? Не только. Мы делаем это, чтобы клетки двигались. Везде. Сюда тоже. Когда у человека болит голова, надо, чтобы он себя похлопал. И чтобы снимать кожу с черепа. Это как? Ну так, как. В смысле, а, двигать? Да. Двигать, делать массаж. Так как бы мы снимали кожу с черепа. А, то есть довольно-таки сильно. Да. Сильно. Чтобы все время было движение. Того я тебе не показывала еще. Да, это не показывала. Тот еще спрашивают, скажи, ну, мы уже говорили о системе питания, спрашивают практические советы по питанию. Как лучше питаться и чем ты питаешься обычно? Обычно. Утром, когда я не на соках, я утром стараюсь съесть, есть, кушать фрукты. Нас этого учили на УЛУ, когда мы делали курс диетолога. Да. Чтобы утром... Мы с Мажаной вместе заканчивали в Евроинституте курс диетологии. Чтобы утром кушать фрукты, потом я второй завтрак делаю себе кашу, крупу без глютена. Это пшено. Это грика белая неполная. Это квиноа. В Польше еще маленькие зерна конопи и много круп, в которых нет глютена. Можно это кушать с фруктами, можно с овощами. На обед я ем рыбу. Я кушаю рыбу. Каждый день? Нет. Два раза в неделю. Я кушаю рыбу. Но я рыбу не... Рыбу я или в духовке, или в духовке, или делаю супчик, или... Но не на сковородке. Угу. Так. Хорошо. Пишите. Да, вижу, в чате уже пишут вопросы. Сейчас посмотрим. И я думаю, что эта встреча довольно-таки интересная. И Мажаны действительно огромный опыт. Для тех, кто присоединился, хочу сказать, что огромнейший опыт по АНИС Сергея. Она давно работает с профессором Сергеем Анатольевичем Потечко, который колоссально помогает людям. Ну, я знаю, что в Польше, а так вообще и в других странах. Да. Вот. И консультирует людей по всей Польше, Мажана, в плане здоровья, в плане питания, здорового питания. Мне очень интересно было с ней пообщаться, потому что она тоже сама придумывает рецепты. Вот. Расскажи вообще, какие рецепты тебе нравятся? Я знаю, что она, во-первых, я уже в чате написала, печет отличный хлеб сама. И этот хлеб, ну, она поделилась этим рецептом, когда приезжала в Киев на конгресс. Я привезла хлеб. Да, да. Не только рецепты. Не только рецепт, хлебом поделилась и всех сразила этим хлебом. Всем он очень понравился. Теперь мы все печем этот хлеб. Так вот, спрашивают, а что еще на ужин? А я сейчас принесу хлеб, покажу вам. На ужин. На ужин я делаю много салат. Разных. То, что у меня в холодильнике, это с этого салат. Можно в салат добавлять тоже крупы. Да? Кидо. Кидо, например. Я очень люблю пшено. Это самая моя любимая крупа. Пшено? Пшено. Ну, я хочу сказать, что я не удивляюсь, что у тебя пшено самая любимая крупа, потому что даже хлеб из пшена. Посмотрите, сейчас покажу. Вот. Мы спекли смажаны. Это без муки. Абсолютно. Это хлеб очень целебный, без глютена. И готовится довольно интересный способ. Мы засняли смажаны видео. Сейчас покажу, какой он в разрезе. Вот. Здесь много разных семян. Интересный, правда? Ну, довольно вкусненький получается. Он мне очень нравится. Я тоже сейчас... Не показывай меня того, потому что я не ем, не кушаю. Да, у Мажаны сейчас, ну, седьмой день она на разгрузке. Давай уберем. Какие еще вопросы, пишите мне в чат, и я буду, если что, будем отвечать или уже будем заканчивать нашу небольшую такую сегодняшнюю встречу. У нас сегодня наш, ну, можно сказать, в гостях нашей группе, но я в гостях у Мажаны. Я приехала неделю назад. Абсолютно не хочется уезжать, потому что здесь такая благостная атмосфера, чудесные люди, очень красивые места. Мне Польша очень понравилась. Я, наверное, не последний раз, но я думаю, да, здесь. Вот. Мы с Мажаной, у нас такой взаимообмен происходит, потому что... мы встречаемся, ну, взаимообмен мы постоянно делимся какими-то рецептами. И сейчас мы поставили даже ферментированные чаи из разных трав, совершенно не из ванчаев, ванчаев я здесь не нашла, но зато мы ферментируем очень много разных растений. Манжетку, да? Это я буду рассказывать на вебинаре. Ты пока секреты не выдавай. Это я всех приглашаю на свой вебинар. Вебинар будет открытый. Я хочу поделиться хорошими рецептами, такими рецептами, которые я сама нашла. Я долгое время, несколько лет, экспериментировала с разными растениями и с удовольствием... С удовольствием... Я еще спрашиваю, масло Ки употребляешь или нет? Сейчас я это расскажу, а потом ты расскажешь. Да, да. Одну ложку в день можно кушать. Одну ложку масла Ки в день ты рассасываешь? Да. Ясно. Так вот, договорюсь. С удовольствием поделюсь рецептами, которые я нахожу такие интересные, что можно ферментировать, какой чай делать, из каких растений лучше делать ферментированный чай. И самое интересное, вот бывает растение, оно необычайно полезное, но оно горькое, его пить вообще невозможно. И когда его сферментируешь, оно становится таким сказочным, ароматным, вкусным. Окажется. А? Окажется. Да. И вот ты сегодня пила чай или пьешь чай? Я пью чай. Уже еду съела, теперь у меня чай, который ты меня привезла. Очень вкусный. Да. Ну вот, и я с удовольствием потом делюсь этими рецептами, когда, ну не рецептами, а беру чай, приезжаю, угощаю, и он как, он волшебный. С разных трав, с ферментированных трав. Мы сделаем эту встречу, я думаю, что 5-го числа, 5-го, это будет в четверг, июля, мы делаем такой открытый вебинар, открытый для всех. У нас есть и курс серьезный по ферментации, но сейчас я хочу сделать открытый для всех вебинар и рассказать, какие травы можно ферментировать. Так, Мажанна, пшено вы используете очищенное или в оболочке? Пшено? Да. Ну, пшено, вот это вот маленькое. Я... Такие, как... Очищенное. Просто? Когда... 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 Неочищенное, это невозможно этого кушать. Ну, я соглашусь, Екатерина, все-таки такое зерно, если неочищенное его есть, невозможно. Да, очищенное, и оно довольно полезное. Очень важно, как приготовить крупы, чтобы они были как наиболее полезные и наиболее живые. Угу. Мы каждую крупу мочим. Угу. Ну, на... Впервые я очень хорошо мою каждую крупу, потом озонирую, потом... Озонатор я вам сейчас покажу. Озонатор. Можно, да? Можно озонатор показать, но не будем рекомендировать. Можно купить довольный озонатор. Вот. Озонатор – это такая штучка, в которой есть трубки, и одну... Мы можем трубку озонировать воду, озонировать овощи, фрукты. Тоже можно сделать вебинар, где можно показать, как озонировать разные вещи, потому что это тоже важно. А я думаю, мы снимем короткий ролик для того, чтобы все посмотрели, ведь для чего вообще нужен озонатор на кухне сегодня и нужен ли он вообще. Вот. Мажана может поделиться, потому что давно его уже используют. И спрашиваю, что такое коллаген? Коллаген – это головный продукт, который находится в нашем организме. коллагене, и когда это складник соединительной ткани. И когда человеку более 18 лет, у него меньше и меньше коллагена в организме. И в Польше есть продукт, который уже используется во всем мире. Я работаю с компанией, которая этот продукт... Производит, открыл и производит. Я его использую и внутрь, и наружу. Профессор Батечко написал книжку. Она есть тоже на русском языке. Как будешь хотела, то я могу покупать и тебя отправить на русском языке. На тему коллагена. Коллаген у меня... Я использую и внутрь, и наружу. А еще скажи, пожалуйста, спрашивают, какую рыбу ты ешь? Я ем только белую рыбу. Белую? Белую рыбу. Не ем вообще лосося. Красной рыбы. Почему? Потому что она очень грязная. Я стараюсь кушать маленькие рыбы. Это может быть... Я живу возле озера. Много у нас озер. Я ем... Я не знаю, как называется по русскому языку эти рыбы. Карп. Карп. Может быть пстронг. Не знаю. Может быть... Может быть... Много... Но я не знаю по русскому языку, как это. Может быть дорш. Может ёрш какой-то. Не знаю. Извините, пожалуйста. Я скажу Оксане, она может вам ответить на этот вопрос на чате. Угу. Ясно. Так. Посмотрим, как это будет на русском языке. Но белые рыбы и стараться, чтобы рыбы были маленькие. И тоже... Почему маленькие? Потому что в них меньше токсин. А, вот почему. Понятно. Ещё спрашивают. Сыворотку. Её можно сочетать с какими-то продуктами или, например, с фруктами. Ну, делать коктейли на сыворотке. Да, можно. Когда люди любят, да. Можно, да. Кстати, вкусные коктейли у нас. Домашнее молоко, домашняя сыворотка. Квасы делаем тоже и коктейли взбиваем довольно интересные. Зелёные коктейли. Да, классно. Когда у кого есть домашняя корова или коза. Ну да. Ну что, я думаю, что на этом мы, наверное, трансляцию заканчиваем. Очень интересно было многим познакомиться с Мажаной. Поставьте плюсики или... Извините, пожалуйста, за мой русский язык. Я стараюсь, но очень много новых слов и я по польскому языку могла бы вам рассказывать неделю. Вот. Я благодарю от всех за то, что Мажанна поделилась со своими наработками. Если будет интересно, мы можем приглашать ещё. Потому что сейчас, ура, благодаря интернету нет никаких проблем. Можно выходить в эфир, можно делать какие-то лекции. Вот. И всем до новых встреч. Чудесного вам вечера, чудесного вечера. Чудесного времени. Очень спасибо. Да. Что вы меня... Вы слушали мой нехороший русский язык. До новых встреч. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...